В селе Гореловка Нинасминского муниципалитета живут духоборы, переселенные сюда в середине 19 века. Здесь же хранится памятник духоборской истории и культуры. Сегодня почти два столетия спустя большинство духоборов уехали в Россию. На данный момент в селе Гореловка живут около 35 семей духоборов. В центре села Гореловки расположен сиротский дом, а рядом по соседству находится молебный дом. Где по воскресеньям собираются духоборы, чтобы, как они говорят, повидаться с Богом. А также поблизости села находятся святые могилки проповедников, на поклон которым приезжают духоборы со всего мира. В Кареловке нас очень гостеприимно приняла семья Услиповых. Пригласили нас к себе домой. Татьяна Услипова встретила нас в традиционной духоборской одежде. Показала нам традиционные наряды, щитые вручную. А также рассказала о национальных блюдах. Это наше национальное блюдо. Это борщ, лапша. Лапша, знаете, это своя домашняя лапша. Это наши очень хорошо делают. И картошка. Когда вот свадьбы, похороны, там поминки. Борщ, лапша, мясо с картошкой обязательно. Потом на поминках кашу делали. Кашу рисовый из кишмешу. Ну, калачи наши, куличи. Традиционную одежду духоборы щут сами. И передают из поколения в поколение. И до сих пор одеваются на все праздники. Национальной одежде каждый цвет имеет значение. Черный – земля, желтый – солнце. Разноцветные ленты – дорога от земли к небу. Каждой ленточкой мы поклоняемся отцу и сыну, и святому духу. Вот одна чай – три ленты отцу и сыну, и святому духу. Бывает, две ленты пришьют. Бывает, даже и четыре пришьют. Дядь Миша, супруг Татьяны, рассказывает нам, с каждым годом в селе становится все меньше белоснежных томиков. Колодцы. Раньше водопроводов не было. Только колодцы были. Достаем в воду. Сложена прекрасная и хорошая вода. Духоборы, они не любят сидеть. Они все трудяги. Все женщины духоборские, они любят работать. Вяжут, шьют. Не внывай, не внывай, а не впавай на ход, Господа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова